Здравствуйте, ребята! Начинаем урок чтения. Тема урока «Старинная свирель. Узбекский най». На прошлом уроке, ребята, вы познакомились с историей Самарканда, которая исчисляется тысячелетиями. Этот город прославил наш народ на весь мир. На земле столько лет ты стоишь, Самарканд. Разрушали тебя и сжигали дотла. Только вновь поднимались твои купола. Ты, премудрый старик, ты беспечный малыш. Первозданное имя свое ты хранишь. Самарканд. Раим Фархади. Сейчас, ребята, я вам предлагаю составить синквейн на тему Самарканд. Вы уже знаете, что такое синквейн. Это пятистрочный стих, который имеет свои определенные правила. Первая строка синквейна состоит из одного существительного. Вторая строка. Два прилагательных. Третья строка. Три глагола. Четвертая строка. Предложение. И пятая строка. Подобрать синоним к этому слову. Итак, начинаем. Первая строка. Самарканд. Подбираем два прилагательных. Величественный. Уникальный. Три глагола. Поднялся. Расцвел. Прославил. Четвертая строка. Предложение. Самарканд. Город со славным прошлым. И, наконец, пятая строка. Город. Реликвия. А сейчас, ребята, я проверю домашнее задание. Ваша задача — ответить на вопросы. Первый вопрос. Как выглядел Самарканд в первой половине XIII века? В первой половине XIII века из-за жестокости завоевателей Самарканд превратился в руины. Второй вопрос. Что сделал Сахиб-Керан для процветания города? В это трудное время на трон встает Сахиб-Керан Амир Тимур. Всю свою жизнь он беззаветно посвятил процветанию этого города. Благодаря гению Амира Тимура Самарканд стал лучшим городом на Земле. Что вызывает у вас чувство гордости? Да, мы по праву можем гордиться, что мы живем в стране, где есть такие уникальные города-реликвии со своими неповторимыми архитектурными памятниками. Эти города-реликвии находятся в списке Всемирной организации ЮНЕСКО. Ну а теперь познакомимся с новой темой. Тема урока «Старинная свирель. Узбекский най». Ребята, этот музыкальный инструмент хранится в музее истории Самарканда. Перед вами музей истории Самарканда. Находится этот музей в северной части города Самарканд, возле городища Афросиан. Здание музея было построено в 1970 году. В музее пять залов. В одном из этих залов в стеклянном ларце хранится узбекский най. Приготовьте, пожалуйста, ребята, тетради, потому что мы сейчас проведем лексическую работу. Познакомимся со словами, которые встретятся в стихотворении. Най – это узбекский духовой инструмент, по форме и звучанию напоминает флейту. Хранитель – тот, кто оберегает, хранит. Найчи – музыкант, играющий на нае. Чабан – название пастуха, овец, коров. Ларец – искусно сделанный украшенный ящичек для хранения вещей, драгоценностей. Стихотворение «Узбекский най. Старинная свирель». Пять тысяч лет живет свирель. Кто смастерил, бади узнай. Пять тысяч лет поет свирель. Чьих тань хранитель этот най. Играл ли музыкант найчи или в полях пастух чабан? Возьмешь и снова зазвучит, Лишь поднесешь тот най к кубам. В музее най тот именит. Из прочного стекла ларец Пять тысяч лет тот най хранит. Тепло и свет людских сердец. Ребята, я надеюсь, что стихотворение вам очень понравилось, поэтому домашним заданием будет подготовиться к выразительному чтению стихотворения «Старинная свирель. Узбекский най». Ребят, у вас сейчас уникальная возможность. Вы все сидите дома. Вас окружают самые близкие и родные люди. Мамы, папы, бабушки и дедушки. Я вам предлагаю провести это время с пользой. Начните читать вместе книги. Читайте их вместе с родителями, бабушками, сестрами, братьями, притворяя в жизнь четвертую инициативу нашего президента. Повышение духовности молодежи – широкая пропаганда культуры чтения. Вместе с героями произведений вы окунетесь в прекрасный мир приключений. Сидя у себя дома, вы будете путешествовать по всему миру, повышать свой кругозор, обогащать словарный запас. Не теряйте время. Начните прямо сегодня. До скорой встречи, ребята. До свидания.